Здравствуйте. Алло, слушаю вас. Анатолий Никкин? Нет, тут не Анатолий Никкин, а кто спрашивает. Анатолий Никкин приходится. Компания СМС Финанс звонит. СМС Финанс? Все верно. СМС Финанс я правильно услышал? Все верно. А кто звонит? Меня зовут Зловина Анастасия Олеговна, департамент заскания. Анастасия Олеговна. Ну, вы дозвонились к юристам. Человек, о котором вы спрашиваете, наш клиент. Тогда вы сами, наверное, как юридически образованный человек, знаете, что вам необходима эта доверенность от его лица, чтобы вы имеете право заниматься его финансовыми вопросами. Конечно, она у нас есть. А как же? И договор о сотрудничестве, и доверенность нотариальная, само собой. Тогда необходимо отправить его на электронную почту, чтобы мы могли предоставить какую-либо информацию. Без данных документов предоставлять вам, к сожалению, ничего не надо. Это и не надо. Мы что, просим? У вас информация какой-то? Нет, ничего не просим. Зачем? Мы, если и будем просить, то письменно. Вы ж позвонили, я вам отвечаю. Я тут, собственно, не навязываюсь к вам на разговор. Ну, это все. Всего доброго. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Звонок из Ситебанка. Не подскажет ли Владимира Морна услышать? Нет, не получится. Не получится. А вы не могли бы им передать, что звонили из Ситебанка? Он знает. Он сейчас нажал сброс, и звонок переадресовался. Но на основное представляемого интереса. Так, я вас понял. Номер телефона можете записать для связи, чтобы ему передать? Да, он не будет общаться в устном формате. Для этого я обратился к юристам. Не хочет узнать. Я вас понял. До свидания. До свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Инспектор. Работа с проблемной задолженностью Альфа-Банка. Меня зовут Николай Сергеевич. Алина услышать? Нет, не услышите. Вы здесь ее. Она игнорирует устный формат общения. Нам поручила... Что-что? Леонидовна игнорирует устный формат общения со своими взыскателями и поручила это дело нам. Компании Алиам. Нам от кому? Я же даже попытался сказать, вы не дали. Компания Алиам. Центр юридической защиты населения. У вас проблемы со связью, вас не слышно. Вы прерываете. Да, ну, глупости все хорошо слышно. Я же вас слышал. Необходимо, чтобы Алина сегодня срочно связалась по телефону 8 800 276. Она не намерена поддерживать устный формат общения. Значит, с Алиной свяжется приличный встреч. До свидания. Ради бога. Почему нет? Алло. 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 Я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Викторович? Нет. А кто это спрашивает? Меня Макаров Александр Александрович зовут. Очень приятно. Я инспектор юридического отдела города Москва. Банк Тиньков. Интересно представляю. Вас как зовут? Дмитрий Евгеньевич. Как еще раз? Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич? Так точно. Дмитрий Евгеньевич. А зачем вы на чужой номер телефона отвечаете? Мой номер телефона клиента переадресация настроена. Он клиент нашей компании. Компании какой? Юридическая организация. Называется Алиам. Как еще раз? Алиам. Алиам? Алиам. В конце М. Михаил. Алиам. С двумя вел. Так, давайте еще раз проверим, чтобы не было каких-либо ошибок. А-лиам? Да. Я понял вас. То есть он заключил с вами договор, и вы теперь его интерес обойтись представлять? Совершенно верно, вы догадались, да. У человека трудная финансовая ситуация. Он считает, что он самостоятельно не справится, и он эксплуатирует все свои права, предоставленные ему в Конституции, тем самым обратился к юристам, и мы наверняем все его спорные моменты в суде рассматривать. Алло. Я понял вас. Я понял вас, в принципе, по данной ситуации и решению этого вопроса. Так, вы документы со своей стороны уже заполнили, отправили в банк? В банк серия писем уже ушла, где мы объясняем, точнее, так считайте, что клиент отправил, подписал документы. И мы там рассказываем, что с клиентом, почему. Все стандартно, так называемый цивилизованный конфликт. У нас с вами состоит в банке пунктов досудебное решение вопроса. Если вы на этапе досудебного взаимоотношения какие-то там моменты не проигнорируете, мы будем вынуждены через суд расторгать договор и фиксировать сумму долга. И уже через судебного пристава будем оплачивать удобными, комфортными платежами. Я понял вас. Ну, соответственно, посмотрим, как вы представляете его интересы будете. Всего доброго, до свидания. Конечно, посмотрите, до свидания. Ну, а еще что-то? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, добрый день. Я вас слушаю, здравствуйте. Национальный банк трасса, Роман Юрьевич, мне зовут. По поводу Калины, звонок вам. Вы этой женщине кем приходите? Фамилию, мя отчество еще раз назовите свое. Комиссаров Роман Юрьевич, мне зовут. Роман Юрьевич, женщина, наш клиент. Мы юридическая организация. Оказываем ей помощь. А что за организация у вас? Компания называется Алиам. Она что, не будет оплачивать себе? Что она решила? Ну, что значит, не будет. Такого законного права нет ни одного человека. Нужно оплачивать. Просто мы хотим, чтобы банк привел в порядок договор. Там много очень пунктов, противоречащих законодательству, ущемляющих ее права, несправедливых по отношению к гражданину. Ну, и, конечно же, будем расторгать договор, если вы не приведете в порядок его. Ну, не вы буквально, а ваше руководство. Если этого не произойдет в добровольном формате, в досудебном, будем в суде настаивать на этом, ну, и платить через судебного тристого. Ну, а что, ей так проще сделать? Что? Ей так проще сделать? С ней можно как-то поговорить? Она вообще полностью делегировала нам все отношения с банками, со своими. Конечно, ей проще с юристами сотрудничать. Она не может, она финансово несостоятельная стала. Ее обстоятельства финансовые категорически изменились с того момента, как она подписывала договор, она этого предвидеть не могла. Более того, с акцендентами... Хорошо, я понял. Можете сегодня рассказывать. От нее хотелось бы это услышать. Я понял вас. Не хочет человек общаться с банком. Всего доброго. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю внимательно. А Алина, возможно услышите по данным номерам? Нет, она не желает общаться с банками. Нам это дело оставила. Так, а я с кем общаюсь сейчас? Дежурный юрист. Компания АЛЯМ. Центр юридической защиты. Меня зовут Князева Ирина Анатольевна. Департамент взаимодействия банка ТРАСС. Алина, вообще, намерена добровольные обязательства свои перед банком исполнять или нет? Нет. Мы там не рассмотрели каких-то поводов для того, чтобы человек вообще выполнял обязательства, так как договор противоречит во многих фондах действующему законодательству. Более того, у нее категорически с момента подписания договора изменилось финансовое состояние, чего она не могла предвидеть, когда подписывала договор. В этой связи мы будем просить банк изменить пункты договора, привести в соответствие действующим законодательством. Ну и если банк проигнорирует, скорее всего, он проигнорирует наши законные требования, будем настаивать на расторжении договора в суде. Ну, хорошо, я вас поняла. Всего доброго в таком случае. Ожидание. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Марина, вам кем приходится? А вы кто? Это промсельсбанк департамент по работе за должность. У меня зовут Бужова Екатерина Евгеньевна. Очень приятно, Екатерина. Кем я разговариваю? Екатерина Евгеньевна, я представлюсь в свою очередь. Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, дежурный юрист, компания «Алиам». Наш клиент обратилась к нам за юридической защитой. Мы представляем ее интересы. В данном случае вы позвонили на ее номер. Она сбросила, сработала пунктной переадресации. И вы сейчас разговариваете с ее представителями. Я вас поняла. Документы вам предоставляли доверенности? Конечно. Предоставляли. Но, к сожалению, я сейчас не вижу данной доверенности. Возможно, документы еще... Куда вам предоставляли? Нет. Она нам написала доверенность, заключила с нами договор. Этого достаточно. Нет, я требую, чтобы мы общались... Вы не хотите, не общайтесь. Мы вам что, наставим? Вы же нам звоните. Предоставим доверенность. Да нет, ничего мы вам представлять не будем. Я вас правильно понимаю? Что? Это ее мобильный, правильно я понимаю? Вы позвонили на ее мобильный телефон, но она... Наш номер телефона, я вас поняла. Наш номер телефона, передайте ей можете, чтобы она с вами срочно связалась? У нее есть, вы же понимаете. Вы ей звоните, а она игнорирует общение с вами устного формата. Я понимаю, что вы под запись разговора все это пытаетесь мне сказать, но она вам перезванивать не будет. Да знает она, знает она номер телефона ваш. Она все ваши звонки сбрасывает. Игнорирует. Да мы не боимся ваших звонков абсолютно. Более того, мы рады им. У вас очень странная реакция. Передать вы ей сможете или нет? А почему вы оцениваете реакцию неизвестного вам человека? Потому что я прошу передать номер телефона. Я вам совершенно объективно отвечаю. Зачем делать ненужные вещи? Она его знает. Интересно ответить на вопрос. Вы передать ей сможете или нет? Я вам отвечаю совершенно отчетливо. Он у нее есть. Зачем делать то, чего уже... Передать вы ей сможете или нет? Кого передать? Наш номер телефона, чтобы она... Он есть у нее, девушка. Вы меня слышите, он есть у нее. Его имени вы ей передать сможете, чтобы она с нами срочно связалась. Я даже не хочу вам отвечать, потому что вот какие-то не все эти... Чем быстрее вы передадите, тем быстрее вам прекратятся звонки. Не хотим мы, чтобы прекращали звонки. Слышите? Алло. Алло.